Это кадры из города Ирпень в Киевской области. До 28 марта здесь находилась российская армия. В понедельник Украина вернула контроль над городом. У нас хорошие новости. Ирпень освобождён. Теперь защищаем город от врага. По словам Маркошина, в Ирпене осталось около 4000 человек, которых необходимо эвакуировать. Мэр города попросил горожан пока не возвращаться домой. В Ирпень возвращаться пока что нельзя. Это пока ещё опасно. Мы укрепим наши новые позиции. Затем будем освобождать Бучу, Гастомель и Ворзель. Ирпень, Буча, Ворзель, Гастомель, Бородянка. Эти населённые пункты в Киевской области пострадали одними из первых в самом начале войны. Российская армия пыталась наступать с этой стороны на Киев. Этот маршрут в Украине называли «дорогой ужаса». Местные жители вынуждены были несколько дней, а некоторые и недель, прятаться в подвалах из-за постоянных обстрелов и бомбардировок. Вот что рассказали те, кому удалось выбраться. Галина, пенсионерка, 11 марта уехала с мужем из Гастомеля. Российские солдаты появились на нашей улице через несколько дней. Зашли к нам во двор, начали выбивать дверь. Один обошёл дом, растоптал мои нарциссы, разбил окно в спальне и наставил туда автомат. Я открыла дверь и спросила их по-русски, с кем они здесь воюют и зачем они пришли. Один сказал, что они нас освобождают от нацистов и украфашистов. Я спросила, каких нацистов они хотят найти в доме учителей русского языка и литературы, стоящего на улице Пушкина. Александр, житель одного из жилых комплексов на окраине города Ирпень, эвакуировался 10 марта. В ночь на 5 марта было особенно громко и беспокойно, поэтому наш сосед решил уезжать из города и забрал мою жену с сыном. За это я буду ему до конца жизни благодарен. Сразу после их отъезда началось страшное. В течение четырёх часов были самые мощные обстрелы за всё это время. Они были такой силы, что выскочили все шурупы, крепившие светильники в квартире, и светильники висели прямо на проводах. Чуть позже первый снаряд со стороны Бучи влетел в соседний дом. В первые дни войны гуманитарные коридоры для эвакуации были невозможны. Лишь спустя неделю удалось начать эвакуацию детей и стариков. Это кадры 5 марта из города Ирпень. Но не всем удалось спастись. На своей странице в Фейсбуке главный дирижёр Львовской оперы Иван Чередниченко долго просил помощи в поиске своих родителей, которые жили в городе Ирпень. Друзья, всем безгранично благодарен за помощь в поиске и поддержке. Но, к сожалению, сегодня волонтёры, которые были у нашего дома, подтвердили, что моих родителей безжалостно убили российские мерзавцы. Поэтому предыдущий пост о поиске удаляю. Прошу помолиться за души невинно убиенных, Надежды и Владимира. Многие на свой страх и риск решили покинуть родной дом, как 16-летняя Катя. Её семья попала под обстрел, когда они пытались выехать на машине из родного Ворзеля Киевской области. Катю ранили, когда она закрыла своего 8-летнего брата. Ранение получила и мама Кати. Нам в семье просто, мы все правильно делаем. В ТикТоке все поддерживают вас. Мы оккупировали ТикТок. Все говорят о вас. Все. А это кадры 12 марта. Тогда за 4 дня из Киевской области удалось эвакуировать 25 тысяч человек. Александр, который помогал эвакуировать людей из городков и деревень, чудом сам остался жив. Мы доехали туда, километр нам остался. На нас вышли русский блокпост. Русский блокпост положили нас на землю, обыскали. Забрали у нас телефоны, не забрали. С телефонов забрали сим-карты, сим-карты и всё. Мы говорят, что вообще был приказ вашу машину расстрелять. По дороге туда я видел количество, ну просто не знаю, какое количество машин, которые расстреляны в лобовое стекло. Аэропорт в Гастомеле был разбомблен в первый день войны. А это гордость украинской авиации, транспортный самолёт МРИЯ. Украинский государственный концерн Антонов предложил учредить Международный фонд возрождения МРИЯ. В концерне считают, что это возможно, так как сохранилась конструкторская и научно-техническая документация Ан-225. А тем временем украинские военные продолжают защищать Киев. Мы были на учениях на полигоне. Мы получили приказ срочно садиться на грузовики и выдвигаться на защиту Киева. Мы были готовы. Воюем уже 8 лет. Нет ничего, чего бы мы не ждали. Мы рассчитываем на быструю победу. Пусть приходят, у нас есть чем встретить. Несколько дней назад украинская армия, по её утверждению, стала наступать в Киевской области и отбрасывать россиян с их позиций. Перспективы у них нет, есть смерть. Перспективы, ну, что... Ну, выиграем это 100%, но тут как бы вариантов других нет. Ни у нас, ни у них. В Украине все хотят, чтобы эта война скорее закончилась. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok